Приветствую вас, и я прочитал не только ваш вопрос, который вы написали, и был достаточно короткий, а я прочитал ваши предыдущие вопросы, где вы писали про то, что ваш муж вам изменяет, изменяет не за одной девушкой, а с несколькими, то есть впервые это были какие-то девушки, потом это была ваша подруга, ну и так далее. И на протяжении вот этого времени, как я понял, начиная с 13 или 12 года, у вас были определенные напряженности в отношении, определенные были проблемы в них. Вы, конечно же, не очень себе хорошо представляете, как эти проблемы можно решать. А мы считаем, во-первых, вот эта вот первая измена, которая была у вас, значит, когда вам изменил муж первая измена, она была чем-то про диплома. То есть вот мужчина что-то не получал с вами, чего-то ему не хватало. И если это действительно так, то он до сих пор не получает того, что ему нужно. Он до сих пор не реализует то, в чем нуждается, и поэтому хочет вам, ну, хочет продолжать вам изменять. Тут нужно для начала успокоиться и подумать следующее, что мужчина с вами чистен. Он сказал, что вам нужно расстаться. Это значит, что человек понимает, что будущего у вас нет. То есть, по крайней мере, он этого будущего не видит. И да, это, конечно, неприятно. Да, это, конечно, плохо. Но, с другой стороны, мужчина вас больше не обманывает. И это значит, что причин, как искалых, действительно нет. То есть, он не обижен на что-то, на вас. Он не стремится что-то исправить, его что-то не негативит. По вашему описанию, по тому, что вы описывали до этого, предыдущих вопросов, напрашиваешь такой вывод, что мужчина просто вас не очень любит. или когда-то любил, а потом просто понял, что он учился к вам, у него больше не осталось. И он начал, сперва, слетовать с другими женщинами, остыщими связями и прочее. А потом просто-напросто понял, что будущего с вами у него нет. И вы с этим ничего поделать не можете, потому что уверен, что со своей стороны вы делали все, что могли. Для того, чтобы сохранить брак. Для того, чтобы человеку было с вами хорошо. Вы делали все, что в ваших силах, но у вас не получилось. Почему? Потому что вы не можете, и никто не может удержать человека тогда, когда он сам этого не хочет. Когда он сам не настроен на то, чтобы сохранять отношения, которые у него есть. Вы не можете удержать человека на стену. И сделать с этим он ничего не может. По крайней мере сейчас, когда мужчина решил, что вам нужно расстаться. Для него это достаточно серьезный, я думаю, шаг. И тут нравятся скандалы, там, ругаться на него, кричать и кричать, оскорблять, угрожать, приносить дать и так далее. Все это не поможет вам его удержать. Потому что, как бы, сердцем и душой мужчина уже давно не с вами. Он раз изменяет женщинам и изменяет не один раз, судя по всему, то для него это нормально. Для него измена, вам это нормально. И вы, почему-то, это терпит. Вы, почему-то, все равно, не смотря на его такие поступки, досспорт с ним. И вот этот вопрос, почему вы досспорт с ним, вам и нужно разобраться. Почему для вас, с учетом всего выше сказанного, то, что произошло, является трагедией. Так как, в действительности, не вам, не ему нужно было говорить, что вы расстаетесь, а вам. Потому что он первый вас оскорбил, предал и, по сути, унизил свои измены. Тем более, измены с вашей подругой. И можно, конечно, обещаться на подругу. Можно говорить, какая она плохая и так далее. Но, в действительности, корень проблемы заключается все-таки в вашем муже. В его нежелании быть с вами и строить семейный отчет именно с вами. И в этом плане, с этим, вы сделать можете только то и только что-то, если когда-то у вас все было хорошо, а потом начало портить. То есть, между этими стадиями, когда у вас было все хорошо, и когда мужчина вам изменил первый раз, есть какой-то промежуток времени. промежуток времени, когда человек, наверное, скорее всего, хотел что-то исправить. И вот, если вы этот момент, этот переломный момент разберете хотя бы для себя, может быть, потом сможете поговорить об этом с ним, то можете что-то вернуть. только если мужчина сделал какие-то неверные выводы из того, что тогда случилось. Только так можно ситуацию решить. Но, есть небольшая проблема. Если мужчина сделал это по своему собственному желанию, и не было никаких подошвок, не было никаких обстоятельств, которые как-то обусловили его поведение такое, то вам здесь делать ничего нельзя вообще. Потому что, простите, это решение другого человека. И его поменять вы не в силах. И доставить человека относиться к вам, как к единственной женщине, если он вас таковой не считает, у вас невозможно. Поэтому, нужно понять, что вас держит в этом мужчине. Какова природа его действий. То есть, является ли это результатом конфликта, обиды какой-то и так далее. или это является свободным волеизъявлением человека. И в зависимости от этих факторов, вам уже нужно строить свое поведение. Это все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы делаете его лучше.